здравствуйте друзья мы отправляемся тут на пару опенхаузов с светланы а по дороге будем отвечать на вопрос который я и зачитываю свет одессочек поставить значит добрый день михаил и светлана имеются вопросы относительно покупки и ремонта жилья в сша прям нам на дорожку хотим взять сингл family house отдельно стоящий дом куда желательно fixer upper такой что вот как бы жить нельзя от отремонтировать можно я перевожу как нас захватывает идея сделать дом под себя опыт такой имеется мы уже делали подобные проекты с нуля на родине это наши хобби самые любимые магазины строительные и мебельные света есть крик да да там прям душа радуется вопрос деньгами не стоит можем взять жилье гораздо дороже чем собираемся для этого у нас есть все у обоих работа войти отличный кредитный рейтинг 20 процентов down payment средства на ремонт все хорошо люди но имеющиеся на нашем рынке объекты не нравится вот сказал бы еще где рынок то ну ладно все довольно стандартно и не хочется платить за ремонт который все равно придется переделывать а то что нравится да а то что нравится стоит под миллион то есть имеется ввиду что люди берут некое такое жилье которое ребята бы сами отремонтировали делают на 3 копейки какой-то мусорный ремонт и хотят за это лишних там 150 200 тысяч они говорят чё мы будем платить им эти деньги если все равно потом переделывать то есть вопрос объяснять и мне понятно думаем генерального контракта не нанимать пока основную часть работы собираемся делать сами физическая нагрузка совершенно не беспокоит мы перенаправим силы с тренажерного зала на дом да и это отличный повод переключиться с умственно труда то что не сможем или не захотим сделать сами отдадим на выполнение подрядчиком так как вы так как вы неоднократно проходили через перестройку домов возникли вопросы какие сложности на ваш взгляд могут возникнуть при покупке fixer аппера или дома с фарк ложа это три вопроса значит какие трудные сложности могут возникать при покупке fixe раппера или дома с фарк ложа что они подешевле что нельзя обычно с фарк ложа тоже когда за долги продают продается не очень хорошего качества вечно и зачастую полу разрушена второе можно проводить внутренние работы без согласования то вопрос такой ведь по идее никто не узнает что проводку или трубы поменяли но а если хотим сделать open space разломать стены там то можно ли самостоятельно снести часть внутренних стен отчаянные если же согласование требуется согласование достаточно ли отнести чертежи изменений в согласовательные органы просто мы и умеем проектировать приходилось да как решаются все эти вопросы на родине мы знаем так конечно бутылка туда бутылка сюда да но от сша совсем другой порядок и мы хотим максимально снизить расходы на ремонт а вроде и деньги есть но хотят снизить тем больше это я я я иронизирую тем более мы еще и удовольствие от ремонтов получаем это чего у нас с тобой нет чтобы самим руками стучать но очень хочется не вляпаться в проблемы вот это очень хорошее желание недвижимость в этом районе не дешевая начиная от полмиллиона за убогий дом я думаю где бы это был да и лишние сотни тысяч нет на исправление ошибок которые можно бы знать до покупок которых можно было бы знать до покупки большое спасибо за ответ алла вот у нас есть алла с тремя вопросами давай вот что я тебе ты поставил адрес да я тебе дам вопросы так вот как бы за рулем не сидишь вот а я буду тихонечко себе ехать все друзья вопрос зачитан эстафетная палочка ой передана на следующий этап как бы желание взять дом подешевле перестроить на этот вопрос очень много желающих многого многие люди спрашивают да нет 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 дело в том что многие люди хотят этого дело в том что фиксер аппоры не стоят долго если это хороший фиксер аппор что такое хороший хорошем месте хорошим кусочком земли да и чем он убогий тем лучше потому что тогда у него изначальная цена меньше его берут на перестройку его берут на перестройку контракторы у которых конечно ресурсов наверно побольше чем у вас будет и уж они ты перестроят это все довольно таки дешево если так можно я уточню света алла говорит что у них есть денег на 20 процентов я насколько понимаю фиксер аппор не возьмешь на 20 процентов его надо брать на на кэш но не не фиксер аппорта на фарклоре на фарклоре и отдельная история на фарклоре я не знаю как ваших местах наших местах мне еще ни разу не удалось купить на фарклоре даже прийти на аукцион и есть присыл там где просто человек вынужден продавать это все на open маркете но и там хочет получить хотя бы то что он там положил но я понимаю так что там кишин берут да но вот если речь идет об аукционе там просто берут кишин да это с 6 процентов подъем никогда не делали у нас это как-то не не знаем таких агентов которые помогают это делать в общем это не наш вопрос нам не нашел ага но что касается именно фиксер аппора да то есть дом который скажем так он стоит да он существует то есть его не нужно сносить потому что если сносить это совершенно другая история да это уже не фиксер аппор а вот это просто топот снос и речь идет о том чтобы его восстановить да ну вот значит вопрос первый такой что уточняйте маленькой фиксер аппоре в принципе жить можно или это бывает что можно бывает что нельзя я хотел сказать когда мы говорим про фиксер аппор то скорее всего в нем жить нельзя то есть это дом в котором нужно делать новую электрику а почему и нужно делать новый потому что пожар может быть вот мы открыли стенки доме из полаута там оказалось что там провода перекручены и на таких керамических изоляторах и совершенно открыто может вообще загореться все а изоляция вся вторых об трусил это и может вода еще на это капать у нас такие тоже стоит бывало на такие вот такую проводку еще вода капал то есть совсем кошмар то есть речь идет о том что в этом фиксер аппоре вот нужно открывать стенки смотри что там внутри и так далее у контракторов есть ли это конечно для этого возможности представляете себе что можно жить в таком доме но может летом как-то и можно перекантоваться потому что лето у нас теплое без отопления без газа без света без всего но это не жилое помещение то есть мы никогда вот мы брали несколько раз такие вот фиксер аппоры но мы сами там жили после того как делали минимальный да какой то то есть вы можете себе сказать окей вот на первом этапе да я делаю ремонт несколько этапов так можно сказать на первом этапе я делаю самые минимально необходимые вещи для того чтобы просто туда вселиться дом в котором мы живем мы так покупали да вы 3 3 очереди делали да но но дело в том что тут трудно очень выиграть конкуренцию потому что контракторы сами хотят подешевле купить и сосали вот сделать быстренькие такие ремонтики и быстренько все это перепродать за и потом она уже будет на маркете стоит дорого вот как раз такими косметическими ремонтами которые нас именно нас именно не устраивает именно поэтому те дома в которых жить в принципе можно в принципе можно жить контрактор обычно не возьмет потому что человек который готов в него въехать обычно больше платят то есть контрактору по деньгам нет смысла брать такой дом в котором в принципе жить тоже так как нибудь но все-таки можно то есть он хочет взять тоже которым жить нельзя если вы живете в квартире например да планируете купить дом и у вас есть несколько месяцев на то чтобы платить mortgage и платить ренд за квартиру до то первый этап самый минимальный не пришло за входит минимально необходимы нам нужно посмотреть электрику там нужно посмотреть какая там вода течет да и канализация не засорен и так далее и отопление это самый такой минимальный комплект при этом там будет жуткая кухня которую нужно все равно сносить то есть получается что и кухня сюда входит со страшной кухней нет смысла даже без кухни тоже не проживешь в общем вопрос с фиксератором стоит таким образом если у вас есть идея по перестройки там и вы видите четко плану вот я бы увидели дома сказали окея не нравится этот дом я хочу сделать вот это вот это вот это вот это и тогда я смогу в нем жить у меня будет комфортный да то тогда это имеет смысл покупать дом просто он фиксы рапор и вы не знаете что с ним делать и вы не знаете как регуляция которая сети дело провела всякие правила на насколько его можно перестраивать достраивать что потребуется это покупка такая очень знаете сомнительно легкомысленное тут еще есть момент который надо учитывать по деньгам вы купили этот фикс рапор вы его еще и сами собираетесь делать это значит не быстро это не то что там 15 человек нагнали они там значит не быстро все это время с 20 процентами down payment все это время вы будете платить моргий допустим они могут взять сразу на электрику там на водопровода на кого взять и вот мы сделали первый ремонт допустим это уже заняло 3 месяца 4 месяца надо исходить из того что этот дом в таком не очень жилом состоянии вот это время то есть они платят моргич да и вы платим моргич и живете где-то и при этом еще и ремонтируете но свои деньги там просто материалы это не так долго вот теперь значит что касается вообще самого понятия фикс рапорта дело в том что можно ехать в дом ничего там не менять и просто например понять кухню поменять ванну да это я чисто косметический ремонт и он принципе теоретически даже не требует особого согласования сети можете заявить эти что вы меняете кухню и это никого не волнует это нет она волнует вас заставит заплатить какие-то денежки немножко повысит property tax но в принципе если вы ничего принципиально не меняете со стилем обойти на можно обойтись без разрешения вопрос в другом допустим в ванной комнате решили поменять местами туалет и душ ну например и тем более решили это делать сами потому что у вас уже есть опыт вот вот тут то да вот тут то я вы конечно без пермитов не делал это тем более самим потому что и органы что что такое пермит пермит это проверка на соответствие стандарта старого что построила за строительным санта стандартам такой на quality assurance да и люди которые только приехали у вас был опыт работы там здесь совершенно другие материалы вы не знаете какие материалы для чего используются и уж конечно инспектором просто просто не он вас обезопасит от будущих проблем когда вас все будет течь и вы не будете даже об этом знать а вы будете думать что он вам вас жизни лишает своими придирками нет нет а вы не будете знать и вас доме будет течь все и заведется молдовую гнете удоживите это не будет сканализации дело так можно с точки зрения того с точки зрения того что если они берут на себя ответственности и так далее и так далее в этом смысле можно сказать что никто не увидит что они поменяли ванну и даже никто не увидит но это вопрос вашего вот он обезопасит себя писав майн да нет но здесь же вопрос стоит на самом деле последний это вопрос самый третий но они после вопроса но очень хочется не вляпаться в проблемы о которых вы даже знать не будете что вы что-то не так сделали или вы возьмете не те например если вы электрику начнете делать сами на электрику здесь тоже очень сложные regulations которые знают электрики и знает сити но вы не знаете их и вы поставите например поставить и запроси это делается но например вот на кухнях это то что я знаю да должны стоять розетки с автоматическим прерыванием потому что там есть вода я не знаю я открываю сейчас вам глаза или вы знали это все по прошлой жизни но например вы это не поставите кого-то убьет током просто того что там вода электрика рядом все на вас подойдет но если но если инспекция приняла это на самом деле вектор смысла освобождает вас от ответственности если дело не в ответственности ничего не случится просто как ребенка не ударит током и себя не ударит током ну как это это даже дело не в ответственности как бы чего не вышло вы видите вот сейчас в свете нах рассуждениях как рассуждает американец который законопослушен и он говорит что я буду законы порядка всякие нарушать если в принципе все порядки для нас и сделаны чтобы мы лучше жили вопрос того чтобы иметь какой-то вы хотите спокойно спать спокойно вы хотите научиться знаниями кого-то кто знает как нужно делать и в этом смысле генеральный контрактор это тоже человек который знает все эти стандарты хотя безусловно вы можете как-то скрыться спрятаться вот если вопрос там есть такой вопрос и никто не узнает это правда поменять ванну или там скажем поменять ванну местами там с туалетом со всеми вы можете незаметно есть вещи которые незаметно сделать нельзя нет но если это не касается наружной стороны дома то можно ли это сделать можно нужно ли это сделать это особый вопрос с точки зрения безопасности вернемся после осмотра дома will be back оставайтесь с нами друзья так что у нас света дальше да так вот значит если например в доме просто требуется косметический ремонт ремонт люди многие делают своими силами особенности если они любят это дело не кладут плитку поменяют кухню там при пол могут перестелить по переселить это все дубу но если речь идет о серьезных фундаментальных переделках связанных с тем что передвинуть стенки структуру да вот здесь вот начинается как бы такой вот уже момент более тонкий значит делал что да и скользкий дело в том что дома здесь и в россии они строятся по-разному даже если у вас большой опыт средства домов там это не значит что вы знаете как построен дом здесь не может так случиться что вы пару стенок уберете и сразу ничего не заметите но постепенно у вас провалится несете не будет посчитано правильно то есть окажется там несущая вы не знали да значит дело в том что вы там вы пишете что у нас есть опыт проектирования да но проектирование опять же соответствует каким-то стандартам вот у нас сейчас очень серьезные расчеты потому что в основном вот вы видите что тут инвентурия домов довольно старые и раньше строили это все более примитивно а сейчас строят это все на укрепление на усиление чтобы нигде ничего не провалило что все стояло и у нас есть специальные люди которые называются старшего инженера и они в соответствии со стандартами производят об счет каждого строительства и вот этот структурал инженер должен поставить на чертежи свою собственную печать с этой печати нужно идти в сити и сити должно утвердить эти чертежи и так вот если у вас нету должных знаний то вы не можете принести свои чертежи без печати вы можете косметический ремонт принести нарисовать на листочке бумаги там все окей и вам напишут что вы меняете кухне все но если дело касается стенок то без структурал инженера не обойтись поэтому когда вы видите первый раз дом у вас должна быть мысль в голове что сюда вовлечено в строительство как я как я вижу перестройку этого дома вот эта мысль должна кликнуть как только вы увидите свой дом про который у вас будет четкое видение того что вы хотите получить как вы хотите построить то уберите этот дом и даже не сомневайтесь и его когда есть идея и потом ты эту идею видишь как она воплощается в реальном проекте это очень любая точка с другой стороны мы видели ситуации когда люди брали что-то на перестройку не имея картинки и начинали вот этим всем заниматься уже приобретя а дальше получается там разные люди приходят разные оценки делают разные дизайнерские идеи и получается что то что хотелось бы но вот особенно когда для себя делаешь знаете получается хочешь это это и это а получается что и половины вместе не умещается так сказать вот в те возможности давай наши друзья недавно купили дом он довольно таки большой площади там около 200 квадратных метров но там очень неудачно посреди всего дома стоит старый камин такой открытый с открытым пламенем и он называется три вы на три стороны типа вот такой вот прям посредине дом и в общем там не так много места остается по краям этого камина чтобы там как-то разумно с моей точки зрения разместиться и стенки вы хоть переставить там хотели и если бы они так немножко тот момент когда покупали подумали бы об этом может быть они бы не стали покупать этот дом потому что сегодня даже снести этот камин надо долбать на минуточку пол дома и уже без страх чего инженера конечно не там уже и крыша пошло в дело уже и крыша и все потому что кирпичный камин который идет и на нем весь дом висит вот но это сам на мой вкус я бы не стал такой дом покупать уж слишком много влечено перестройку но если вы видите какой то у вас есть vision такое в виде а вот я эту стеночку открою и у меня совершенно другая картина открывается другой вид и open space и все такое замечательное было тогда просто нужно брать старых человек инженера он все посчитает в сети это обязательно должно пройти утверждение и они проверят чтобы все было нормально чтобы все соответствовало ходу и тогда вперед даже бывает что опытный опытных специалистов ты привлекаешь который же не первый дом и все инспекции они проходили там утверждение проходили и тоже не обязательно те с первого раза утвердят понимаете потому что там возникают всевозможные аспекты конечно слушайте это дело такое но еще раз это небольшой проблема главное чтобы вы то что вы построили чтобы оно не обвалилось потому что очень грустно будет если вы сами втихаря никому не скажете что-то там посносите что-то поставить что-то сделаете а потом например вот пожар дом сгорит и весь инвестор пропал или что-то где-то обвалится не дай бог причем на счет того что можно очень очень многие вещи сделать незаметно для инспекторов там и так далее не получая пермиты по городу ну скажем так я я думаю что зависит от места но вообще разъезжают вот эти вот инспектора и смотрят если они замечают где-то какое-то строительство которое вы как бы понятно что надо было разрешение получить да они тебя сразу такой бах да спешил поработать астоп работа такой весь вешают декрет такой на это дело и ты должен к ним прийти и получить разрешение и денежку заплатить это не только вопрос безопасности но это в частности еще вопрос тоже надо сидеть и заплатить и они должны они должны потом прийти может быть немножко увеличить стоимость дома с точки зрения там взимания налога на собственность и так далее есть порядок определенный порядок но если вы делаете только внутренние работы то конечно их никто не заметит никто там там заходить только если соседи нажалуются что у вас идет внутри отбойные молотки там дается стоит сон не стучат и тогда можете прийти и проверить а так снаружи если вот у нас был случай что мы переделали электрику да как раз от столба вот меняли эту линию там где она к дому подходит там где электрическая панель находится мы делали ее улучшение и сити заметили эти инспектора написали нам стоп прекратить все работы немедленно вот и я поехала в сити мы там оформили все это и все это делали но в сити в целом но но в общем и в целом надо как бы подавать себя отчет в том что время которое идет если вы за 20 процентов что-то взяли down payment да то каждый месяц который вы в этом состоянии находитесь вы там не живете живете где-то стройка идет вы может быть сами чего-то делаете например если вы за счет того что вы не брали строителей а сами делали лишних скажем там не знаю четыре месяца у вас заняло это состояние вы за четыре месяца лишних моргиджи заплатили но может быть моргиджи вы бы и так платили но вы эти четыре месяца платите за съемное жилье вот может быть так поставить вопрос это стоит вам несколько тысяч долларов смотря сколько вы платите за жилье что вы снимаете там по какой цене и которые приходят и дают estimation то есть вы им даете список того что вы хотите сделать и они вам дают некоторую сумму считая что вот они услышали все что вы им сказали а вы точно знаете чего вы хотите и что не так и что не так и вот за эту сумму который они назвали они готовы вам вот по этому все это сделал то что там написано но жизнь показывает что когда открываются стенки возникают какие-то вещи возникают обязательно вещи что нужно некоторые розетки переставить или сделать убрать какие-то розетки в общем как-то электрика добавить я переживаю и получается что в эту сумму люди никогда не укладываются более того контрактор когда он получает заказ ваш он такой белый пушистый он очень хочет получить эту работу и он тетемите с вами все хорошо как только контракт подписан все мы люди все человеки да контракты разрывается между небольшой контракт разрывается между несколькими проектами не уделяет вам должного внимания возникает недовольство да но уже в контракте его может деваться некуда и уже скребя зубь его работники делают хрен знает что а он не контролирует еще находит этом оправдание больше того вы говорите а что же это такое то он говорит а где у нас прописано что должно быть вот так поскольку не прописано я сделала как считал нужно выгодить и нет 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 так не годится он а тогда бах и троисова тройная и но постой кончик просто назвала отношения порочными система система отношений ты виноват уж тем что хочется мне кушать это общение кролика с волком или там зайчика значит если речь идет о небольшом проекте то я в общем-то настоятельно советую брать не генерального контрактора а брать вот такого консультанта менеджера что такое то есть контракторы которые они называются пейпро контракты то есть у них нет никаких рабочих своих подчинений они абсолютно нанимаем и на фиксированную зарплату то есть они своими ручками своими работниками ничего не делают но они с вами вместе помогают вам строить дом и вот я думаю что в вашем случае это как раз то что нужно этот некоторый человек который знает все коды знает как нужно разговаривать с инспекторами потому что если вы кодов не знаете на инспекторы позовете вы инспекцию не пройдете потому что там есть нюансы и вы даже понять не будете иметь о чем там речь идет генеральный вот этот контрактор слэш менеджер он знает как с ними разговаривать и он умеет проходить эти инспекции он даст в каждой конкретной ситуации какой-то я может быть светом я думаю что это поправить должен уже пейпро контрактор это не тот кого они хотят понять на то что ты сейчас говоришь пейпро контрактор это контрактор который нанимает субконтракторов и у него нет своих имплоиз есть контракторы у которых свои есть они еще и субконтракторов нанимают тоже поэтому пейпро контрактор я бы вычеркнул из этого перечня это нет это не то слово контрактор менеджер у которого есть лицензии генерального контрактора и который возьмет на себя на себя вот это вот управление всем этим строительным зафиксированную оплату понимаете тут есть например такие тонкости может быть вы с ними знакомы именно потому что у вас есть готовое важный из прошлого пост строительства тонкость заключается в том что такой последовательности делать какие-то работы потому что жизнь показывает что нарушение этих последователей сказать igenous будет там еще там такого на какой последователь LPP мыussейлиástico получается там есть какие-то зависимости да у этих всех процессов и тоже должен защитную последовину коробко как это дело здесь в америке на именно это все обусловлено себе материалами которые здесь используют с теми стандартами особенно Именно когда должны прийти инспектора и проверить, если вы что-нибудь не в том порядке будете делать, вам придется просто в два раза одно и то же делать. Да, они заставляют открывать стенки, если стенки закрыты, им нужно проверить, что там внутри. То есть вот эти вот все нюансы, генеральный контрактор, ну, менеджер вот этот, он, конечно, знает, и он будет следовать всем процедурам. Вот, значит, что касается экономии, если вы дом купили дешево, да, значит, с этим менеджером вы договариваете на зарплату, и вы с ним договариваете, в течение какого срока стройка должна быть закончена. То есть, например, вы говорите, я тебе плачу, ну, условно говоря, сумму N, и мы должны закончить в течение, там, Y месяцев, да? Y? Ну, я не знаю, в течение X месяцев. То есть, и дальше, допустим, если он не укладывается, на стройки-то очень часто бывает, что все не укладывается, то тогда он дальше, вы оставляете последнюю его зарплату, да? Последний месяц. Последний месяц его оплаты будет тогда, когда стройка закончена, то есть он какое-то количество месяцев будет работать. То есть, он как бы рискует, что если он неправильно оценивает объемы, то... Да, да, то есть он оценивает, сколько времени будет продолжаться строительство, и сколько денег он получает каждый месяц. И вот он просто получает фиксированную сумму. Чтобы не получилось, что он сознательно затягивает, например. Да, то есть он фактически человек, который вот вопреки нашей существующей системе с генеральными контрактами и с вот этой суммой фиксированной за всю стройку, он фактически на вашей стороне, он вам помощник, он вам не враг. В то время как генеральный контрактор вам не друг совсем. Не друг совсем, он вам будет делать так, как ему выгодно. Вот ему выгодно рабочих на другую стройку перенести, так у вас стройка будет стоять пустая. Потому что ему плевать на это все. Более того, он может не прописать подробно там в контракте, но он-то с вами как волк там с ягненком, понимаете, он-то знает все, а вы не знаете ничего. Вы говорите, я хочу это, это, это. Он говорит, да не вопрос, вот такая сумма. Потом вы говорите, а это, а он говорит, а это дополнительно, а это, а это дополнительно. Оно же не прописано, все, что не прописано, это дополнительно. Мало того, все, что вы, допустим, вы на 100 тысяч хотели разных вещей, так оно бы стоило 100 тысяч, если бы вы сразу сказали и было бы записано в контракте. Но поскольку вы сразу не сказали, а уже стройка идет, и деваться вам некуда, и тогда сюда, значит, оно обойдется уже не в 100 тысяч, а может быть в 300. Ну, нет. Ну, как нет? А как нет? Ну, нет, конечно, ну, нет. Ну, оно, не знаю, оно не в 300, оно не в 3 раза. Ну, если люди вообще без царя в голове начинают делать вообще, так это наш купили дом, еще надо потом разбомбить полдома и построить новый, то так, конечно, может быть. Каша из топора будет. Да, но в целом, конечно, это какие-то мелкие поделки. Да, он, конечно, завышает цену на все, вот это называется, change order, да, то есть изменения. Change order обычно в трое дорожек. Да, но это маленькие какие-то вещи, это же не на всю стройку в 3 раза. Нет. То есть, если вся стройка неправильно придумана, тогда да. Ну, правильно, вот то, что change order, это в трое дорожек. Да, ну, это оно там, не 100 долларов, но оно и 300. Ну, я не 100, но я имел в виду, что в трое дорожек. Да. Ну, 100 и 300. Ну, пряжи. Ну, много значков стоит по дороге. Что open house, обратите внимание, мы едем тут со всех сторон. Да, ну, в Mountain View я посмотрела, новых домов нету. Мне сейчас интересно именно новые смотреть, потому что я хочу какие-то элементы. Давай вернемся к вопроснику и посмотрим, не забыли ли мы чего. Потому что там было много вопросов, там было 3. Какие сложности, на ваш взгляд, можно проводить внутренние работы без согласований? Если согласование требует, достаточно ли отнести чертежи изменения в согласовательном? Я считаю, что мы все ответили. Бывает, что достаться. Давай так, в какой ситуации, например, ты можешь прийти с какими-то своими картинками и тебе скажут нормально, подпишут и ты пойдешь. Если нету structural изменений никаких, если, например, человек хочет поменять окна, или поменять двери в доме, или даже поменять электрику даже, да? Или даже поменять стака на доме, да, то, в принципе, это не на штукатурку. Это просто образы-каунтер, это вообще чепуха. Образы-каунтера, это значит, вот и подошли, бумажки дали, вам подмахнули, и вы пошли. Да, но если речь касается того, что нужно переносить стенки, стенки на серьезно. Я знаю людей, они переносили стенки на 6 инчей, вот так вот. Слушай, 18-20 сантиметров. Да, переносили стенки, ради этого они там полдома размобили. Но они сказали, вот мы так хотим, да, это вот не важно, сколько это стоит. Вот нам эти 6 инчей, они нам мешают жить на свете. Ну, если так вопрос стоит, что там? Ну, да. Да. Ну, должна быть какая-то разумность тоже, да? Вот я чувствую, что тут разумность. Сразмерность. Да, люди разумные пишут, они говорят, что мы должны лишние деньги тратить, правильно? Нет, лишние точно не надо. Нет, ну они еще рукастые, в отличие от нас, они сами делают, понимаешь? Нет, ну у нас есть знакомые, которые въезжали в дома, которые выглядели страшненько. Они не были фиксераторами, в том смысле, что там можно было жить. То есть там работало отопление, они прошли там все инспекции. Но там они были, конечно, в страшном состоянии. Плохая кухня, например. Да, были дома в запущенном состоянии. Они потом, смотришь, там прошло 3 года, а там уже совершенно другой дом. А вот такой мужичок такой, знаете, работящий, любит это дело потихонечку. Гаражик сначала, потом кухоньку, потом туалет один, потом туалет другой, потом полы поменяли. И это все, они правда живут в состоянии такого перманентного ремонта, но с другой стороны им нравится. Это они в охотку. Правда? Ну, хочется все-таки, чтобы ремонт был кончаем. Ты знаешь, вот такую красоту понастроили вообще. Где, где? Вот, вот здесь, посмотришь. Не завершенка такая. Нет, ну никакая не завершенка, это просто красотища. Milk Pale? Нет, вот тот Milk Pale остался. Очевидно, он у него купленный. Видишь, среди всего этого громадья он смотрится каким-то анахронизмом. Субтитры создавал DimaTorzok